МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Место аварии напоминает сцену из кинофильма про войну. Повсюду вставшие на добы вагоны, словно неведомая сила, искорюженный металл и разбросанные колеса. Из 56 вагонов товарного поезда опрокинулись 29. В воздухе едкий запах серной кислоты. Вот это, которое сохранится вагон, его нельзя опрокинуть. Представители власти, спасатели и экологи пытаются скоординировать свою работу на месте ЧП. Срочно создан штаб. На землю вылилась серная кислота сразу из трех опрокинутых вагонов. Наша главная задача локализовать разлив серной кислоты. Нельзя причинить вред местным жителям и окружающей среде. Близлежащие к железнодорожным путям дома чудом не пострадали. 17 перевернутых вагонов со стройматериалами раскидало вокруг них. Однако из-за разлива ядовитой жидкости эвакуировать все же пришлось всех обитателей поселка Кукбулак. А это полторы тысячи человек. Я пришел с работы, увидел, что все вагоны разбросаны. Нам сказали домашних всех срочно увезти. Я всех к родственникам отправил. У меня семеро дома. С детьми и женой. Я только сам остался. Здесь запах невозможный. Пары серной кислоты могут вызвать смертельные ожоги дыхательных путей. Выводы о воздействии химиката на почву будут сделаны позднее. Санитарные службы взяли пробы земли на экспертизу. На данный момент работы по локализации ведутся. В первую очередь два КАМАЗа сейчас едут извести для погашения. Плюс пять КАМАЗов песков сейчас мы заказали. На данный момент в течение двух-трех часов будет локализация. В целом жертв человеческих нет. Масштабную аварию устраняли всю ночь. Порядка 350 специалистов. Работы по ликвидации последствий продолжаются. В срочном порядке заменили 150 метров поврежденного железнодорожного пути. Из АЧП задержаны 19 пассажирских составов. По информации МЧС, в половине десятого утра движение поездов на этом участке по одной линии было возобновлено. Расследованием причин катастрофы занимается специально созданная комиссия Казахстан-Симуржулы. Ирина Абрамова, Бахадар Тажиба, Виталий Зентинов. Седьмой канал. Южно-Казахстанская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова